Торнадо В общем, нам сейчас это абсолютно не важно Поэтому давайте начнем На данный момент в игре представлено два топовых миража Это DR1 ветки штурмовиков и CS5 ветки истребителей Ситуация чем-то похожа на вигены В принципе это два одинаковых самолета Ну и в рамках War Thunder И различия здесь, пожалуй, только в подвесах В наличии ВПУ и, скажем так, то, где он располагается в ветке развития Во всем остальном это одинаковые самолеты Даже для тех, кто чисто изучает по карточкам War Thunder и все характеристики Я вас спешу обрадовать Характеристики почти что одинаковые За исключением того, что R1 на несколько километров медленнее И на 2 метра в секунду менее скороподъемный Ну а для всех остальных могу подтвердить, что да Это не так уж и далеко от правды Единственное, есть нюанс, что все это рассматривать вне контекста Смысла особо никакого нет Поэтому вся эта информация с сухими цифрами Она никакой ценности не несет Так или иначе, давайте начнем сперва с CS5 Итак, Mirage 2000 CS5 Боевой рейтинг 11.3 ветка развития Франции Пока что это самый топовый ее истребитель А наш BR11.3 это по дефолту обозначает Сделав поправку на War Thunder Что играем мы с новоиспеченными четверками Да и в принципе со всеми предыдущими топами Ну или топами, если смотреть на другие ветки развития С 11.3 Не нужно обольщаться и думать, что вас будет закидывать вверх список Вы будете раскидывать малышню Нет Не нравится? Пошел нахер отсюда Это не для тебя сделано и не для таких как ты Давайте вернемся к более конкретным и приземленным вещам Например наш двигатель Здесь аж целых 9700 килограмм тяги На цифрах кажется ого-го А на деле мы уже не самый быстрый Не самый скороподъемный Не самый динамичный самолет В целом этого хватает По-моему хуже нас разве что Вигин Но я вам скажу честно Стопами тягаться уже сложно И скажем так Для того, чтобы занять высоту В спокойных условиях набрать скорость Этого будет более чем хватать Но Надеяться, что вы переиграете топов динамикой Скороподъемностью Либо оторветесь от кого-то на максималке Не стоит Даже упоминать про это не стоит Мираж, насколько я знаю, и раньше был не самым рекордсменом А сейчас-то уж тем более Перейдем к вооружению В принципе, с всего вот этого множества В котором просто-напросто нереально запутаться Нам нужно только Мэйджик 2 И Супер Матра 530Д Первые это ИК-ракеты для ближнего воздушного боя А вторые полуактивки для дальнего Дальний воздушный бой Или как его еще называют по-модному BVR Это наиболее перенасыщенный разными костылями И компромиссами режим боя для CS 5 Давайте начнем с радара У самолета он стоит доплеровский Что даже понятно из названия Забегая вперед на R1 стоит точно такой же радар Но опять же забегая вперед Там он особо никакой роли не играет Касаемо дальности вооружения Стабильности захвата И всех остальных параметров Которые у нас, скажем, в War Thunder важны Он просто идеален Для 11.3 уж тем более Лучше, наверное, только у Томкота Но у Томкота в принципе самый лучший радар И это будет актуально Я даже не знаю, сколько еще патчей вперед Ну, так или иначе Радара на Мираже хватает более чем Захват стабильный Дальность обнаружения, она здесь превосходная Для всех карт Абсолютно для всех карт War Thunder И я думаю, даже для СБшных Этого хватать будет более чем Максимальная дистанция, с которой я обнаружил И захватывал цель Это что-то, по-моему, 50 километров Но в реалиях РБ Таких дистанций, как вы понимаете Почти что и не бывает Там это километров 30 Ну, на этих дистанциях уж поверьте Он и захват будет держать спокойно И даже неохотно будет отпускать цель И если та начнет совершать разные Противорадарные непотребства Наподобие маневров и отстрела диполей Если вы до этого играли на шестнашках Или двадцать девятых Вот как минимум будете приятно удивлены Потому что здесь он, во-первых, видит дальше Во-вторых, держит все гораздо стабильнее И работает как-то более интуитивно По режимам здесь все очень просто Два режима, это доплеровский и бездоплеровский И третий режим СНП Ну, либо ТВС Или по-французски он называется что-то вроде Пурсуит с информацией дисконтинью Но теперь переходим к тому самому нюансу Который заключается в нашей удочке Которой мы будем с этих дистанций Дальнего воздушного боя Пытаться ловить самолет Если вы помните, ну а если нет Ссылку я оставлю То в видео про МиГ-29 Я немного критиковал его радар Что он в идеальных условиях умудрялся срывать захват При условии, что наша основная ракета Была безупречная И вытаскивала даже в тех ситуациях Когда все играло против нас Здесь ситуация абсолютно противоположная К радару вопросов никаких Зато наша основная ракета Это просто какое-то Казино То есть помимо того, что ракета Явно не является каким-то рекордсменом По скорости, дальности пуска И всем остальным параметрам Она еще очень рандомная Работает максимально неочевидно И скажем так Ее стабильность работы Никак не зависит от нашего радара Как показала практика Захват может держаться идеально Не скакать в сторону строп И в принципе не срываться даже не на секунду Но при этом ракета может сделать что-то Одно из трех Во-первых, улететь в другую сторону Во-вторых, переключиться на другую цель Вполне спокойно Даже если эта цель находится Достаточно далеко от противника На которого мы, скажем, заочились Либо просто пфыкнуть Вот пфыкнуть это, наверное, самое веселое Что с ней происходит Пусть и реже, чем все остальное Что я перечислил Но если это все наложить на то Что максимальная дистанция Максимально эффективная дистанция При встречном курсе Это километров 15 Ну, может быть, 17 Если цель вообще ничего не будет делать И просто лететь прямо Но так или иначе Это не очень комфортно Особенно если мы играем против топов с 11.7 Ну, то есть новоиспеченных четверок И это я уж не беру во внимание Что ракеты у этих топов летят дальше Летят даже некоторые быстрее и стабильнее И у них хотя бы есть ИНСКа у некоторых Тут ИНСКи, естественно, никакой нет Хотя есть небольшой нюанс Я не берусь утверждать, что оно и в жизни так было Потому что, пошерстив документы Скажем так, благодаря одному анонимному французу Который помог перевести страницу французского документа По 2000-му, удалось узнать, что у него был под режим для радара Который был специально под матрас 530 Логику работы этого режима я, к сожалению, не смог найти в первоисточнике И, в принципе, в интернете Лишь только описание в DCS-овском мануале на разбамовский мираж Но, что имеем, то имеем Так или иначе, как там это работало по описанию? После захвата и пуска ракеты Если цель пропадала из этого самого захвата То ракета не делала пфы как в War Thunder Либо не начинала лететь куда-то в другую сторону А она продолжала лететь по заранее просчитанной траектории То есть что-то похожее на ИНС-ку Той же 27R, 27R и АМ-7М Я сейчас, если что, про War Thunder Но, конечно же, работает это только несколько по-другому В это время, в те самые несколько секунд Пока ракета продолжает лететь по траектории Радар пытается снова взять цель в захват Я, конечно, понимаю, что логику работы и модуль делали, опираясь на что-то Они просто взяли из головы и придумали какой-то новый режим работы радару Но, так или иначе, в первоисточниках я ничего найти не смог Так что делим это пока что смело на два Но в War Thunder, к сожалению, этого реализовано не было И если бы реализовали, наверное, было бы хотя бы неплохо Хоть был бы какой-то шанс А сейчас она, даже если тебя не сразу пфыкает То летит явно в другую сторону И даже если ты снова умудрился взять цель в захват Ничего абсолютно не меняется В общем, подытоживая В дальнем воздушном бою самолет балансирует между моментальным откисанием в ангар И наклепыванием нескольких фрагов, а потом спуску и переходу в ближний бой Правда, здесь какой-то необычный, уникальный геймплей Самолет уже продемонстрировать для War Thunder на данный момент, по крайней мере, не может Это типичный Доритес С хорошими ИК-ракетами И как у всех Доритесов, тут палка о двух концах Да, безусловно, у нас отличная маневренность Мы можем разворачиваться на месте, выходить на любые углы, чтобы доворачивать до противника Да и в целом легко заходить на 6, особенно не очень опытным игрокам Но при этом весь наш ближний воздушный бой ограничивается где-то, может быть, полтора, от силы два витка После чего энергия очень охотно сливается Как раз-таки из-за того, что наши маневры это просто дикие перегрузки, дикие углы И на третьем витке, скорее всего, скорость будет километров 600 Вспоминаем, что я говорил про двигатели И особенно если это бой против топов То с 600 км в час набрать максималку вы быстро не сможете У вас уже здесь начинаются серьезные проблемы Так что, наверное, один-два витка, а дальше пытаемся выходить из боя И заниматься чем-то более полезным Да и давайте будем честны В принципе, залезать на топах в свалку и крутиться, как спидфайер в горизонте Сливая энергию в ноль Ну, не самая лучшая затея Здесь ты можешь взять, в принципе, любой самолет И итог будет плюс-минус один и тот же Ну все, пацаны, добрались До самой мякотки До самого лучшего геймплея Вартандера Из-за которого многие пришли в игру Это совместные бои И модификация 2000D R1 Не скрывая эмоций, играть на нем понравилось Те, кто меня смотрят, в курсе, что я терпеть не могу топы Вартандера Именно танковые топы И играть на них уж тем более И у меня просто не хватает терпения копить там тунгуски на вылет на самолете Но Мираж это исключение На нем мне понравилось играть И для меня было натуральным стимулом накопить тунгуски И доедать подзатыльника нескольким чумазом Так как все параметры мы разобрали на предыдущей модификации То давайте вкратце Что по экономике Честно говоря, сперва взглянув на подвес Потом еще полетав на торнадо совместных Я думал, что за Миража где-то выкатят 13, а то и 15 тунгусок за один рез Но, к счастью, все оказалось вполне бюджетно Всего-то 9-10 тунгусок, а это за топовый сетап Это в наше время, можно сказать, просто ничто А если вы сделали всего лишь один фраг Либо захватили точку То игра за какие-то символические 7-8 тунгусок Даст вам взять 2 каба А это уж извините не хухры-мухры Это хотя бы один, а то и два фрага Во всем остальном для совместных здесь вооружения более чем достаточно Вам здесь и корректируемые норды Которые можно швырять до 10 километров Правда с десятки я их не швырял Но где-то километров 8 точно запускать их получалось Зенитки вырубают на раз-два Да, дамага не всегда хватает Особенно если стреляете по танкам Бывают, конечно, и пломбиры И разная хрень, которая в Вартандере периодически происходит Но, как показывает практика Это чаще всего даже не проблема того или иного вида вооружения С кабами чего-то уникального здесь нет Стандартный француз-канатовский набор Корректируемых бомб с лазерным наведением Ничего более Играются они комфортно Спокойно летаете на большой высоте Скидываете их периодически на танчики Делаете фраги и летите на перезарядку Конечно, периодически случаются различные перлы Но фраги, в принципе, делаются стабильно Особенно если бомбы берете вы увесистые А не самые маленькие Возвращаясь к характеристикам Про которые в начале видео я сказал Что их нужно рассматривать в контексте чего-то там Так вот, в контексте совместных боев Самолеты характеристики нормальные Я бы даже сказал отличные Даже с полными подвесами Когда мы полностью обвешали его бомбами, ракетами И всем чем только можно Он может нормально, вполне комфортно занимать высоту Чтобы быть чуть менее досягаемым для зениток И даже в случае чего Хотя бы как-то попытаться отманеврировать и увернуться Чего-то прям сверхъестественного Ождать, конечно, от него не стоит Ну и он, я бы не сказал, что прям неповоротливая корова В таком сетапе Все это, конечно, замечательно и звучит так как хорошо Но тут я, честно говоря, затрудняюсь ответить Если кто-то спросит, а как его выводить в топ По-моему, только Крабить базы в авиационных боях Ну, собственно, на топах В 2023 году с нынешними условиями в рандоме Я думаю, вы сами понимаете, насколько это будет Специфично Учитывая, что самолет еще не обладает Какими-то супер характеристиками В плане набора скорости Да и в целом максималки Но это будет жестко Как минимум жестко Да и я думаю, что сейчас любой самолет топовый Если начинаешь выводить в топ Там чего-то легкого и лайтового, как раньше, уже и нету Ну, в общем, здесь все Чисто на ваше усмотрение И желаю вам огромных сил, терпения и удачи И то же самое, в принципе, так касается и цешной версии Ну, а на этом у меня все Всем спасибо за просмотр И удачных вам боев Подписывайся на Гаджента